Наладить взаимовыгодное сотрудничество, поделиться идеями и проектами, обсудить вопросы инвестиционной привлекательности Московской области. Десятки предпринимателей из России и дружественных стран встретились в Химках, чтобы обсудить развитие бизнеса. Международный форум посетили представители Сенегала, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии и Армении. Мне кажется, это очень такой важный этап становления нашей страны и наших людей, потому что развивать бизнес – это действительно у нас большие знания иметь, ответственность, уверенность в себе. И это то, что приносит пользу для всей страны. Спикерами форума стали советники, руководители государств, представители банков, пиара, юристы, депутаты, которые вместе с предпринимателями в формате дискуссии обсудили важные для каждого участника форума вопросы. Например, экс-советник, премьер-министр республики Сенегал выразил надежду на привлечение инвестиций в свою страну в сфере освоения сельскохозяйственных культур и полезных ископаемых. И политическая ситуация в Сенегале достаточно стабильная и страна является очень привлекательной. И сейчас в Сенегале наблюдается экономический рост и уровень роста – это 10,1%. Именно поэтому государство создало агентство по продвижению, чтобы привлечь иностранных инвесторов и помогать им как с документацией, так и с льготной выплатой налогов и давать гарантии на их инвестиции. О желании привлечь инвестиции говорил и представитель торгово-промышленной палаты Киргизской республики в Российской Федерации Михаил Тумасов. В стране заработал закон о привлечении инвестиций. В течение 10 лет государство гарантирует, что не будет изменяться законодательство. Гарантия своевременной выплаты и адекватной эффективной компенсации. Свобода репатриации капитала и право получения дивидендов и прибыли. Все это гарантируется законом об инвестициях в Киргизскую республику. Президент Союза торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов рассказал о помощи российским предпринимателям с выходом на международные рынки, а также с поиском поставщиков импортной продукции. За последние несколько месяцев при поддержке торгово-промышленной палаты российские предприниматели смогли посетить многие страны, в том числе Иран, Индию, Китай, узнать правила ведения бизнеса, местное законодательство. Я вам очень рекомендую, что надо взаимодействовать с палатой, такую проактивную позицию занимать и говорить коллеге, мы хотим, например, если говорим об экспорте, познакомиться с коллегами такой-то страны. Вот прям ставьте задачу торгово-промышленной палате, что вам нужно, какие у вас перед вами стоят интересы, эти задачи будут реализованы. Потому что таких, как вы, очень много. Так и формируется группа по интересам реализации бизнеса. На международном форуме обсудили вопросы и регионального уровня. Лидер общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев рассказал о необходимости послаблений в налоговой политике для предпринимателей в Московской области. Много острых, наболевших вопросов, которые нужно решать. Нам повезло, мы работаем в Московской области, где очень хороший губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, у которого очень мощная команда. И эти вопросы решаются быстро. Такой формат взаимодействия для бизнесменов – это не только обмен опытом, но и отличная возможность завязать новые отношения и заключить взаимовыгодное сотрудничество, рассказал химкинский депутат Артур Каримов. Все предприниматели выражают особую благодарность, что вот такой вот форум прошел на территории городского округа. В нашем городе очень много больших, крупных предпринимателей, которые не знают о среднем и малом бизнесе. И вот этот среднемалый бизнес, он в принципе взаимодействует должен с крупным бизнесом. По итогам международного форума подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленной палатой Московской области по городскому округу химки, депутатом Национальной ассамблеи Республики Сенегал и Центром развития и поддержки предпринимателей. Соглашение гарантирует информирование сторон о благонадежности предпринимателей. Наша задача как предпринимателей, моя задача как представителей предпринимателей – делать все возможное, чтобы поднимать экономику страны, чтобы максимальная доходность была по налогам. Международный форум предпринимателей России и дружественных стран проходил в течение двух дней. Помимо пленарных дискуссий, участники в неформальной обстановке смогли обсудить будущие совместные проекты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова